Привет, меня зовут Валерия Рене, я художник, работаю преимущественно в смешанной технике и рисую природные мотивы. Сейчас хочу показать, как можно подбирать фон, если не уверены, не знаете. Вот есть рисунок на белом фоне, но сомневаетесь, какой цвет фона сделать. Первый вариант это использовать современные технологии. Это может быть либо Procreate, либо Photoshop или какая-то другая графическая программа, где вы на отдельном слое просто создаете для себя цветной фон, подрисовываете его и смотрите, какие цвета получаются. Ну, например, как здесь. Можно эти цвета менять, это, конечно, очень-очень удобно, но лично я такой вариант не очень приветствую. Почему? Потому что благодаря этому способу мы лишаем себя возможности натренировать свое восприятие цвета, восприятие тона, насмотренность и, по сути, используем костыль, который, конечно, нам помогает в моменте в работе, но очень в итоге делает наш глаз ленивым. То есть именно наше воображение, наше творческое мышление, наше художественное восприятие таким образом особо не развивается. Поэтому я лично придерживаюсь более, может быть, трудных в каком-то моменте, сложных подходов, но более верных именно для сильного, уверенного художественного восприятия. И сейчас покажу, что это такое. Этим способом я пользуюсь как раз в своей работе, когда мне нужно подобрать цвет, и я, например, в моменте не понимаю, какой цвет мне надо, либо мне хочется что-то более непривычное, необычное для себя, и тогда есть сомнения, а точно ли это подойдет. Вот в этом случае можно использовать дополнительно просто лист бумаги, который вы подкрашиваете и прикладываете. Как здесь можно работать? Ну, во-первых, мы можем прям взять, конкретно обрисовать форму нашей птицы. Причем не обязательно это делать вот прям идеально, ровно. Можно пересветить, если это лист, но если, как у меня, скетчбук, можно сделать просто примерно вот эту линию. Конечно, с листом это проще получается, потому что мы просто пересвечиваем по контуру наш рисунок, и тогда у нас получается практически идеальное попадание контуров, и мы можем вот так приложить и смотреть. При этом бумагу не обязательно использовать хорошую, дорогую. У вас может быть ваш рисунок на арше, а вот эти пробники можно сделать на каком-нибудь, там, самой простой бумаге за 200 рублей. Ну вот примерно, да, то есть уже понятно будет нам соотношение цветов. То есть даже если по контурам где-то я не совпала, все равно вот это соотношение, его будет достаточно. И теперь берем цвет. Какой цвет вы захотите взять, в любом случае у вас будет какая-то предположительная палитра, предположительные цвета, которые вы хотите использовать. Явно вы не будете пробовать 20 разных цветов. Все равно вы, видя, например, цвет основной вашего объекта, рисунка, вам захочется дополнить чем-то, либо каким-то дополнительным. То есть это могут быть здесь в данном случае желтоватые, охристые оттенки, может быть сиреневые, фиолетовые, как здесь есть, оранжевые, может быть какой-то розоватый. Ну вот давайте сейчас попробуем в розоватых цветах. И мы просто вот так подкрашиваем и стараемся увидеть именно соотношение цветов. Если нужно по тону какой-то темный цвет, оттенок, тогда подбираем более темный. Вот в данном случае. Раз, вот так, приложила и смотрю. Нравится мне или не нравится вот этот цвет к этой работе. Да, это может сложнее восприниматься, чем если мы делаем это в программе, в каком-нибудь графическом редакторе. Да, это реально сложнее воспринимается, но это и тренирует наш глаз, наше восприятие зрительное на вот это художественное чувствование, на тонкий вкус, на чувствование цвета, соотношение цветов, соотношение тонов. Если кажется, например, что вроде цвет хороший, но как-то слишком бледно. А что, если сделать потемнее? Вы так вот прикладываете более темный оттенок и смотрите. То есть здесь уже зависит от ваших задач. Но вот эти эксперименты, они помогают нам как раз найти нужное соотношение и именно потренировать наш взгляд. Вот так прикладываете, смотрите, ой, как красиво с фиолетом. Вот такой прям насыщенный, сиреневато-розовато, какой-то такой сливовый цвет. Вот с этим голубым сочетается восхитительно. И все, теперь я могу делать вывод, что вот такого оттенка цвет уже может классно сочетаться здесь. Значит, я могу фон здесь рисовать таким образом. Как еще можно работать? В принципе, можно даже делать это просто с небольшими кусочками, не вырезать. Конечно, когда мы вырезаем по контуру, нам проще воспринимать всю работу. То есть вы сами видели, я приложила, это стало более понятно. Если есть больший опыт и насмотренность, уверенно, у вас получится и даже просто с таким кусочком. То есть здесь, в данном случае, мы можем намешать несколько разных кусочков. И вот так вот просто прикладывать к основному цвету вашего объекта. Так приложили и посмотрели сочетание. Желтый с этим синим. Нравится, не нравится. И определяете. Ну, например, можно сделать три кусочка. Давайте два, чтобы... Я думаю, на двух тоже будет все понятно. Да даже вот синий цвет. А если я сделаю тоже синий фон? Синяя птица и синий фон. И вот смотрите. Сочетание с желтым оттенком. Как вам нравится, не нравится. То есть смотрите сюда. И смотрите сочетание с синим оттенком. Как вам нравится или не нравится. И определяете для себя, какой вам вариант больше подходит. И здесь нет правила жесткого, строгого, лучше, хуже. То есть можно использовать вот так, но нельзя вот так. Нет. Нет, здесь вы ориентируетесь на свое восприятие, на свое личное. И таким образом тренируете его. И если вам не хватает опыта, это как раз и помогает вам этот опыт набирать. И даже если вы определите не совсем верное для себя решение взять, к примеру, синий вместо желтого. Хотя желтый здесь помогает очень хорошо, так ярко подчеркнуть холодный голубой оттенок. Это будет именно ваш практический опыт, который позволяет вам делать выводы и потом работу над ошибками. Подобным образом я могу действовать и в смешанной технике. То есть, например, если мне нужно сделать, добавить, например, ручку или карандаш цветной. И я вот сомневаюсь, не знаю, стоит или не стоит. И как лучше это добавлять. Здесь тоже может нам помочь бумага дополнительно. Сейчас покажу. На самом деле, вроде бы сложнее, но по мне так даже интереснее. Потому что это такой процесс получается какой-то экспериментальный. И начинаешь для себя находить интересное решение. Ну вот примерно, да, опять же приложили. И теперь я могу, к примеру, карандашом попробовать заштриховать какую-то область. Работаем аккуратно. Если у нас есть чистовой рисунок, да, мы стараемся его, конечно, не испортить. Я уже свой чуть-чуть успела попачкать и краской, пока вам показывала. Но у меня, мои рисунки в скетчбуках зачастую со временем так и работают. То есть они помогают мне демонстрировать какие-то вещи для вас. И, например, вот мне хочется добавить карандаш, но я сомневаюсь. И не хочу лишний раз попачкать, портить бумагу. Поэтому что здесь можно сделать? Приложить вот так. Либо ручка гелевая. А может быть какой-то другой материал. Может быть цветной карандаш. Приложили и посмотрели, хорошо ли будет со штрихом или не очень. И лучше всего чуть-чуть отойти назад. То есть по-хорошему можно прям прищепками лист приложить. И на расстоянии как минимум вытянуть руки, а лучше пару метров, поставить рисунок и посмотреть на него. Для чего это делается? Чтобы у вас вот эти аппликационные моменты, то есть отдельный лист, он как бы слился с общим фоном, с общим рисунком. И вы увидели целиком, как выглядит ваше изображение. Так проще воспринимается. И тогда вам будет понятно, классно здесь смотрится графика. Или, например, лучше добавить все-таки акварельный фон. И вот таким образом вы для себя определяете практическим, опять же, опытом, какой фон подойдет лучше. Продолжение следует...